Всем доброго времени суток, друзья. Это очередной подкаст от MMA Bets, который будет посвящен второстепенным турнирам, проходящим на этой неделе. Ну, собственно, только такие здесь и будут, UFC не будет. Меня зовут Роман, я отвечаю за различный бесплатный контент в нашем паблике. Вот. Ну, вкратце пробежимся. Турниров, на самом деле, не особо много, которые на выходных будут. Это ACB 71 в Москве, это Fight Night 74 тоже в Москве. Также будет второстепенный тур Victory FC. Иногда на него дают коэффициенты, но, конечно, не факт. Я здесь, я не буду его разбирать. Если коэффициенты выкатят, то ставочки на него будут. Вот. Ну, а так, основные это именно российские турики. Ну, начнем с Fight Night. Здесь более-менее интересные два основных боя. Это Комейн-Ивент Ясубея Намото против Алисхана Хизриева. Вот. С Ясубеем Намото, я думаю, знакомы все любители ММА, которые следят за российским рынком. Он уже успел подраться очень и очень со многими известными российскими бойцами. Вот. В прошлом бою потерпел поражение из-за травмы. Проиграл Николаю Алексахину на турнире Fight Nights. Вот. Ну, в принципе, боец очень крепкий на самом деле. То есть до этого его последнее крайнее поражение досрочно датируется аж 2013 годом, когда он проиграл нокаутом Альберту Туменову, что, в принципе, там, ну, как бы, никаким зашкваром не является. Вот. Ну, а так, дрался в России. В России выступает уже очень давно. Ну, неплохо на самом деле. Реально неплохо выступает с переменным успехом. Решением проигрывал достаточно таким серьезным бойцам Александру Шлеменко и Владимиру Минееву. То есть они его не смогли удосрочить. Уезжал в КСВ, выступал с Набеку Саидова, тоже решением проиграл. Вот. И 3-4, получается, победы у него тоже за последнее время. Вот с 2014 года, как он с Шлеменко подрался. Ну, такие тоже достаточно хорошие бойцы, по моему мнению, конечно. И Абубакар Вагаев, и Шамиль Завуров, и Игорь Свери. То есть такие имена. И бойцы прям неплохие. Исубея Намута предпочитает в стойке проводить бой. У него нормальная, хорошая стойка. Он достаточно подвижный на ногах. У него неплохая техника бокса. Вот. Достаточно неплохая защита от борьбы. Вот. Но в основном, конечно, он именно в стойке дерется, в общем. И применяет именно эти свои навыки для победы в боях. И, естественно, нам, как бы, интересен его соперник тем, что у него рекорд 10-0. Он, ну, как бы, на бумаге выглядит перспективным бойцом неплохим. Алисхаб Хизриев, вот. Ну, само собой, я посмотрел его бои. Конечно же, он таким бойцом и является. Это реально очень-очень жесткий такой серьезный боец. Развитый во всех аспектах ММА. То есть, это, по моему мнению, полноценный ММА-боец. Вот. Единственный его минус в этом бою, единственное, это то, что он еще не встречался с оппонентами такого калибра. То есть, по моему мнению, Ясубея Намото, это, наверное, самый сильный из его соперников. Но, в любом случае, у него были сильные соперники. Допустим, вот с Максимом Грабовичем он уже два раза встречался, оба раза побеждал. А Грабович, напомню, дерется сейчас в М1. Ну, в принципе, можно даже назвать его там одним из топовых бойцов. Вот. У него хорошие навыки борьбы. Но Хизриев, собственно, два раза его побеждал. Сумел всему этому противостоять. У самого, повторюсь, навыки во всех аспектах хорошие. Вот. Он умеет побороться. У него отличная стойка. У него тяжелейший удар. Хорошая защита от тейкдаунов. В общем, ну, само собой, я здесь отдаю предпочтение Хизриеву. Мне кажется, парень очень перспективный. И мне кажется, вот, как бы, Ясубея Намото, это вот именно то, что нужно сейчас для его карьеры. То есть соперник с более-менее хорошим именем, с более-менее хорошими навыками, чтобы показать себя. Плюс он дерется в Комейн-Ивенте. В общем, я считаю, что парень заслужил. И, конечно же, я буду ждать этот бой с интересом не только с точки зрения ставок, с точки зрения спортивного интереса. Вот. Но посмотрим, что у нас по ставкам. На париматче, по-моему, еще нету. Файт Найтса. Вот. Сейчас посмотрим. Нет, пока еще нету. Но, по-моему, уже были коэффициенты на Бэтсити. Сейчас глянем. Почему-то в этот раз Бэтсити, да, есть. Пораньше выкатили. Уже даже здесь три боя. Вот. Ну, что сказать, как бы. Предсказуемых из Риев-то идет фаворитом. 1,3. Маловат, конечно, кэфчик. Даже не знаю, стоит ли его куда-то брать в какой-то приз. Я еще, естественно, подумаю. Посмотрю на взвешивание. Вот. А что касается тоталов, тоже, ну, сложно, конечно, здесь, опять же, загадывать. Потому что Хизриев, как правило, он настроен на досрочные победы. Он очень жесткий, реально очень жесткий парень. И я, ну, я реально не удивлюсь, если он сумеет удосрочить Инамото. Вот. Но, как бы, как я и сказал, Инамото крепок, поэтому, поэтому не знаю. Здесь тоже, мне кажется, по ставкам этот бой, в принципе, пока что предварительно. Наверное, даже, как бы, и рисковать не стоит. Вот. И главный бой этого турнира, собственно, Николай Алексахин и Майк Грейвс. Ну, опять же, долго здесь не буду, друзья, останавливаться. Николай Алексахин имеет несколько поражений. Собственно, все эти поражения в последнее время именно из-за уровня его борьбы немножечко он не дотягивает. У него, как бы, ну, не сказать, что вообще там донная борьба какая-то там, но не дотягивает. Вот он немножко против парней, которые умеют хорошо бороться. У них все получается с Николаем Алексахиным, а они его выигрывают. В стойке же Николай Алексахин, в принципе, хорош. Не могу ничего сказать плохого. Тоже хорошо передвигается. Достаточно имеет жесткий удар. Ну, естественно, самое главное, это, собственно, его уязвимость в партере. Вот. Это, как бы, ну, я к тому говорю, что Майка Грейвса, наверное, опять же, знает большинство людей. То есть, он дался в UFC, выступал в ТАФе. Собственно, даже по габаритам, получается, Грейвс немножко будет превосходить. На 5, на 6 сантиметров он выше ростом. Опять же, в таком бою, где один боец будет жестко пытаться навязывать свой стиль другому бойцу. Здесь габариты тоже имеют значение. Грейвса борец. Причем борец, на мой взгляд, прям высококлассный. Собственно, сами видите, рекорд у него 6-0. Одна ничья. Ничья против Баяна Величковича. Ну, не особо он этот бой хорошо провел, прямо скажем. А у Грейса есть такая черта, что как бы все зависит, в общем, от его подготовки. Парень молодой. Собственно, сам он говорил в интервью, что были там у него ранее проблемы с гневом. Ну, из-за чего его и уволили из UFC. Ну, вроде как говорит, что сейчас все в порядке, готовится, все нормально. То есть, когда видно, он выходит, он хорошо готов. Он просто, ну, реально, он просто разрывает своих соперников без шансов. В UFC выиграл Винсента Люки, выиграл Рэнди Брауна и ничья с Баяном Величковичем. В ТАФе замечательно выступил, по моему, конечно, мнению, Джейсона Джексона выиграл. Маджорити проиграл Комару Усмана. Это, на мой взгляд, дорогого стоит. То есть, он реально Усману тяжелейший бой навязал, по-моему, ну, потому что я видел. Он защищался от борьбы Усмана. Сам пытался его бороть. Там, отлично, удары в стойке ему накидывал. В общем, если честно, я здесь у Алексахина вижу очень мало шансов. Ну, реально, очень мало. То есть, его задача защищаться от борьбы. Может быть, как бы, Алексахин в стойке будет получше. Но, опять же, Грейвс далеко в стойке тоже неплох. Далеко неплох. И, как бы, плюс к этому приплюсовываются его топовые навыки борьбы. Поэтому, я считаю, что здесь победит Грейвс. И победит очень и очень уверенно, как бы. Собственно, опять же, букмекеры здесь выставляют все по делу. Грейвс 1.41. Ну, более-менее уже коэффициент интересен. Что касается тоталов. Ну, на Бэтсити, напомню, кому интересно, тотал рассчитывается ровно по половинке. То есть, 2.5 раунда. Значит, чтобы, к примеру, зашел тотал больше, нужно, чтобы бойцы подрались 2 раунда и ровно половину третьего раунда. И мне кажется, что здесь на это отличные шансы. Я практически уверен, что бой дойдет до решения. И победит Грейвс. И коэффициенты более-менее интересны для каких-либо двойников. И на тотал больше, и на Грейвса. Ну, естественно, посмотрим на вешалке, как Грейвс будет готов. Турнир ACB. Вот этот турнир, на самом деле, друзья, это очень-очень интересный турнир. Просто сами посмотрите, пробегитесь по карду. Здесь, ну, буквально каждый бой какой-то интерес представляет. Вот. Я, естественно, не буду много времени тратить, все разбирать. Тем более, коэффициентов пока нигде нету. Просто вкратце чисто пройдусь. Будет интересно посмотреть на Дилена Лопеза против Дуквахи Астемирова. Напомню, что Астемиров проиграл пока что. У него 3-1 рекорд. Он выиграл три боя. Проиграл крайне свой бой Олегу Борисову. Борисов является топовым бойцом Лиги ACB. Так что, опять же, ничего такого в этом нету. Дилена Лопез отлично себя показал в ТАФе. Дошел до финала, но вот UFC не заладилось. Два боя он проиграл. Один с плитом. Ну, и один просто решением. То есть, боец очень хороший, боец крепкий. Опять же, здесь нужно смотреть. Что еще здесь интересного? Такие Мизукаги против Рустама Керимова. Ну, Мизукаги как бы уже очень стар. Конечно, в последнее время уже себя в UFC совсем не на должном уровне показывал. Совсем съехал. Досрочные поражения пошли один с другим. Ну, собственно, это и привело к увольнению. Будет против российского проспекта выступать. Вот. Естественно, интересен мне лично больше Амили Никаева. Ну, вот это прям действительно перспективный парень. Пока что у него все получается. Дерется с нормальной, по-моему, оппозицией. Сейчас посмотрю. Ну, да. Вполне хорошая оппозиция. Вот. И, ну, разбирается он пока что очень, конечно, со всеми уверенно. Тут ничего не скажешь. Будет интересно посмотреть на его бой с Кристосом Гиагасом. Вот. Акоп Степанян опять же проведет свой очередной бой. Прошлый бой. Ну, кто его смотрел, это был очень красивый нокаут с вертушки. Здесь я с его соперником так немножко ознакомился. Вот. Ну, самое главное, что нам интересно, это, конечно, его уровень борьбы. Потому что именно это Ахиллесова стопа Копа Степаняна. В ударке он превзойдет, ну, практически любого своего соперника. У него прям классная ударка. Очень техничная, как я уже и говорил, и эффектная, и эффективная. Вот. Ну, его соперник, который будет с ним драться в субботу, как мне кажется, не обладает достаточными навыками борьбы. То есть у него есть, конечно, борьба. Но мне кажется, этого не хватит для Ахопа Степаняна. Поэтому я считаю, что здесь победит Степанян, скорее всего, досрочно. Вот. Также интересен бой Александра Педусона и Мохаммеда Кокова. Ну, ребята, это просто классическое жесткое противостояние стиля. Александр Педусон прекрасный, просто прекрасный ударник. Опять же, жесткий, точный, очень опасный. Удары и с рук, и с ног тяжелые. Вот. И напротив него Мохаммед Коков. Это очень хороший джитсер. У него, ну, реально великолепная борьба. Ну, немножечко просаживается кардио, там, к третьему раунду. К середине, ну, к концу второго, к середине. Вот. Но борьба просто на высочайшем уровне. И что самое главное, от него просто невероятно сложно отделаться, если он там, там, зацепится, там, за руку, за ногу. В общем, отделаться от него крайне сложно. Собственно, большинство побед у него одержано сабмишинами. Вот, поражение пока что всего два. Боец, как мне кажется, достаточно топовый для Лиги Сиби. Ну, сами посмотрите, кому он проигрывал. Марату Балаеву, нынешнего чемпиона, и забиту Магомед Шарипову. И то, это было поражение травмой, как пишет Тополджи. Я этого боясь не особо, если честно помню. Вот. То есть, ну, парень топовый. Парень топовый. В крайнем бою, кстати, окопа Степаняна сабмитнул. Ну, что сказать. Я здесь отдаю предпочтение Кокову. Педусон пока еще не наработал хорошую защиту от борьбы. В прошлом бою ему противостоял как раз профильный именно борец. Прям такой однобокий, однобокий борец, который кроме, ну, собственно, периода в партер особо ничего не может показать. И то Педусон достаточно, ну, не сказать, что плохо, но провел бой хуже, чем я ожидал. Он все-таки дал себя перевести. Он некоторое время под своим соперником пролежал. И я хочу заметить, что если он даст также Мухаммеду Кокову себя перевести, ну, все, Коков его не отпустит. Я это просто гарантирую. То есть, я здесь предпочтение Кокову отдаю. Хотя, конечно, оба бойца прекрасные, перспективные. Мне прям, ну, как бы импонирует и тот, и другой. Ну, что поделать, свели их, посмотрим, чем это закончится. Также здесь, вот, по моему мнению, с точки зрения спортивного интереса, очень интересно противостояние Олега Борисова и Мурада Каламова. Олег Борисов, напомню, является, опять же, топом для ACB. Проигрывал он, по-моему, Магомеду Магомедову. Да, все правильно. Вот, в последнее время с Абмишным. И то он показал отличный бой. У него шикарные просто борцовские навыки. Он соревновался в этом с Магомедом. У него достаточно хорошая стойка. Вот, ну, а предыдущее поражение против Тимура Валиева, опять же, который потом в СОВ в последнее время выступал. Сейчас, не знаю, в ПФЛ он остался. По-моему, остался. То есть, тоже боец топовый. Вот, за исключением этих боев, ну, этих боев, он остальные бои выигрывал. Вот, еще не часто, Машевдеком. Вот, ну, что можно сказать про Борисова? Единственное еще, вот, к минусам я бы прибавил. Это то, что в прошлом бою, вот, был такой звоночек. Он хоть и уверенно победил решением, но в первом раунде он упал в нокдаун. Как бы все-таки стойка у него имеет свои пробелы. Именно защитная техника. Вот, ну, борьба, конечно, хорошая, топовая. Что касается Мурада Каламова, опять же, прекрасный боец. 8-1 рекорд, очень хороший. Единственное поражение чемпиону нынешнему, Петру Яну, в замечательном конкурентном бою. Каламов, опять же, в первую очередь, это борец. И имеет топовые борцовские навыки. Вот, собственно, что здесь можно сказать по их бою? То есть, встречаются два борца. Может быть, будет решаться вопрос в стойке. Но мне кажется, все-таки будет борьба. И, может, ну, как бы мне видится бой именно так. То, что Борисов будет в стойке, может пытаться оставить бой в стойке. Но Каламов, я практически уверен, что будет бороться. Вот, борьба Каламова, по моему мнению, чуть-чуть лучше. Ну, а что касается стойки, здесь я не знаю. Может быть, чуть лучше и Борисов. Но, опять же, учитывая вот его прошлый бой, ну, не знаю, короче говоря. По моему мнению, что-то около 50 на 50 шансы. Я даю предпочтение пока что Каламову. Но все зависит от коэффициентов. Естественно, если кто-то из этих бойцов будет жестким фаворитом, ну, собственно, будет иметь смысл взять андердога. Вот. И, само собой, взвешивание. Посмотрим. Также, что интересно. Ну, в принципе, Андрей Кошкин и Эдуард Вартанян я разбирал бой в одном из предыдущих подкастов, когда их еще бой должен был состояться. Дота около отменили. Долго, поэтому здесь останавливаться не буду. Просто напомню, что я дал предпочтение, ну, как бы, можно сказать, что и предпочтение, да, я дал Андрею Кошкину. Я буду за него притапливать. Вартанян, конечно, хороший боец. Ну, вроде как Кошкин провел отличный лагерь. Он подтягивает защиту от тейкдаунов. Кошкин очень хорош в стойке. Вот, очень хорош Вартанян. В стойке тоже, как бы, неплохо, как говорится. Но, мне кажется, Кошкин в этом компоненте его жестко превзойдет. Что касается борьбы, это как раз будет уже стихия Вартаняна, но не факт, что он сумеет до борьбы дойти. Здесь 5-раундовый бой. В общем, по идее, все может быть. Скорее всего, Вартанян будет фаворитом. Поэтому сразу скажу, что я здесь буду забирать Андердога Кошкина и буду за него притапливать. Надеюсь, у него все получится. Ну, главный бой, Петр Ян, Матуш Матус. Ну, Матуш Матус, что можно про него сказать? Опять же, боец здесь, конечно, достойный. Петру Яну попался. Вот, реально очень достойный. Собственно, 11-0, это не просто так. Он выступал в ТАФе. Один бой выиграл... Один бой проиграл, собственно, Риджиналду Вейра. И Вейра потом, по-моему, это ТАФ, собственно, и выиграл, если я не ошибаюсь. Вот. Кроме этого, у него ни одного поражения, есть только одна ничья. Большинство боев он выиграл нокаутом. Ну, есть у него также и сабмишины, но боец предпочитает стойку. Я еще перед прошлым его боем с ним достаточно плотно и хорошо ознакомился. В стойке хорош, безусловно. Защита от тейкдаунов замечательная. Тут тоже спору нет. Собственно, он это показал в своем прошлом бою с Магомедом Геназовым. Ну, и что сказать? С Петром Яном здесь, опять же, мне кажется, будет весьма-весьма конкурентный бой. Особенно учитывая то, что это пять раундов. Но Петра Яна мы уже видели в пяти раундах. Мы уже знаем, на что он способен. Матас, хочу заметить, что вот в ТАФе после двух раундов, очень таких напряженных, насыщенных действиями, Матас уже выглядел достаточно усталым. Поэтому я здесь думаю, что у Петра Яна в кардио будет преимущество. Потому что, ну, повторюсь, мы его видели в пяти раундах. Он, ну, показывает свое кардио на высочайшем уровне. Вот, ударник, опять же, Петр Ян крайне неординарный. Как бы не был хорош Матас, он реально хорош. Но, мне кажется, Ян все-таки превзойдет его в этом компоненте. Плюс у Петра Яна все-таки очень хорошая борьба. Он это показал в бою с Магомедовым. Он отлично защищался от борьбы. Ну, и, собственно, навязывал именно свою игру. Что он, я думаю, будет делать в этом бою. Он именно попытается свою игру навязать. И, мне кажется, в общем, на стороне Яна скорость. Мне кажется, на стороне Яна кардио. И, ну, собственно, все. Я считаю, что он победит. Досрочно? Нет. Это как бы уже другой вопрос. Мне кажется, что здесь будет иметь смысл брать тотал больше. Потому что Матас, ну, достаточно крепкий боец. По моему мнению, досрочка, возможно, в поздних раундах. Вот. Ну, в принципе, наверное, у меня все на сегодня. Если там что-то еще будет по ставкам, какие-то выскочат турниры, естественно, я все разберу, от себя ставочки выложу. Вот. Ну, друзья, если есть у кого-то какие-то мнения, пишите в комментариях. Обсудим, посмотрим. На сегодня все. До свидания всем. Субтитры сделал DimaTorzok